И здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на второй подкаст по новым ливреям, новым машинам к 2020 году. И буквально несколько минут назад представили новый болид Альфа Таури, прошлая Тору Росса, и это просто пушка ливрея. Это, наверное, лучшая ливрея за последние несколько лет, которую я видел. Это просто идеальное сочетание цветов. Вот просто у меня слов нету. Просто это, во-первых, похоже на Red Bull, именно вот по аэродинамическим элементам, особенно носовая часть. А по расцветке это мне сразу же напомнило Williams BMW начала 2000-х годов. У них тогда была такая классная ливрея, а тут это такая реинкарнация, и это просто выглядит очень классно. Очень красивые сочетания цветов, они очень сочетаются, прям выглядят прям просто офигенно. Также мне еще понравились костюмы. Костюмы, они белые, вот почти полностью белые, и немного с присутствием синего, синих логотипов. И это опять-таки выглядит очень классно, как сказал Квят, это очень брутально, стильно и, можно сказать, современно. Но, в принципе, данная ливрея прям... Мне нравится, что напоминает мне Williams начала 2000-х годов, потому что реально мне эта машина нравилась. Повторюсь. Ну и, в принципе, можем также еще обсудить то, что эта машина прям Red Bull прошлого года. Но дело в том, что на презентации стоит прошлогодняя машина Toro Rosso, не Alfa Tauri. А на рендерах, на наших картиночках на белом фоне уже новая машина. Как я это понял? Да, по боковым понтонам, потому что это прям легко понять. Потому что боковым понтоном мне напоминают Заубер 2018 года или 19-го Alfa Romeo. Ну, короче, вы поняли. Они совсем другие, они совсем иначе, чем в прошлом году. И, в принципе, это выглядит тоже достаточно красиво. Мне кажется, что абсолютно все команды не зря скрывают задние части своих болидов, потому что там, мне кажется, скрывается что-то интересное. Какой-то подтекст получился не очень классный. Ладно. И на этом я, наверное, буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Оцените от 1 до 10 в комментариях Леврея Альфа Таури. Если кто-то поставит меньше 10, мне будет не очень понятно его вкусы. Ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока. И увидимся, наверное, после тестов на прогнозах на 2020 год. Субтитры сделал DimaTorzok